Инспектор ГИБДД остановил водителя, нарушившего правила дорожного движения. Выезд навстречу. Водительский паспорт передайте, пожалуйста. Сейчас я пообщаюсь, человек. Нет, вы передайте водительский паспорт, а потом будете общаться. По моему требованию, законному. Законному, законному. А что я нарушил? Я уже сказал, нарушение правил дорожного движения. Вместо выполнения законных требований стал искать поддержку у третьих лиц. После звонка, насмотрелся фильмов о крутых мачо, нарушитель передал инспектору водительское удостоверение и перешел на второй уровень испытаний, в присутствии понятых. Сейчас будет производиться досмотр транспортного средства. При досмотре транспортного средства водители и пассажиры обязаны выйти из автомобиля. Только в этом случае производится досмотр. В вашем присутствии сейчас я от водителя. Водитель, выйдите, пожалуйста, из автомобиля. Видите, он не реагирует. Никак. На мое законное требование. С явным неудовольствием водитель все-таки вышел из автомобиля, но и здесь чувство собственной важности подвело. Нарушил в третий раз, отказавшись исполнять требования инспектора. Будьте добры, проследуйте в патрульную автомобиль, иначе будет применена физическая сила, если вы опять откажетесь от моего законного требования к вам именно. Вам все понятно? Требования ваши? Значит, проследовали в автомобиль, говорю, приору, патрульную. Нет. Вы все, в моем присутствии. Вам я предупреждал, что будет применена физическая сила? Ребят, выручайте, вы что? В присутствии понятых инспекторы провели личный досмотр водителя и составили акт о нарушениях. Нарушение пункта 8.6, за что предусмотрена ответственность по статье 12.15.4. Это выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение правил дорожного движения. После того, как водитель был остановлен, к нему подошел инспектор ДПС, представившись, потребовал документы, на что водитель отказался передать документы, и в отношении него был составлен материал по статье 19.3, часть 1. Состоялся суд. Вне представителей власти. Максимум оплатив штраф за выезд на встречку, но игра в героя захватила слишком сильно. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион.